Кринги. Привет, привет. Здравствуйте, Сема. Наступает 2022 год, мы спешим изо всех сил записываем этот видеоролик в предпоследние дни этого года, специально, чтобы порадовать вас и себя новым мейком, а еще Максима новой прической. Знакомьтесь, те, кто не знаком, мой младший брат Максим, aka Косибанчик. Нет, Косибанчик. Косибанчик. Ну, нет, если мы будем наказывать инсту... Всем привет, ребятушки. Это снова я. Хай. Реально. Максим у нас значит... Нет, я этот... Максим у нас значит инвалид, как говорится, поэтому сегодня у нас будут шутки из разряда... Раковая шейка. Все правильно, спасибо. У этого слова есть вообще-то название, когда издеваются над больными людьми. Это плохо, конечно, называется он эйблизм от слова... Где вы? Давай сюда поставим. Эйбл, дизейбл и так далее. Поэтому буду издеваться над тем, что ты раковая... Дизейбл. Норка, раковая шейка. Мы переключим камеру, потому что сейчас произойдет то, чего вы так долго ждали, и если сейчас на этом видео не появится 100 миллионов тысяч лайков, нам придется отрастить Максиму волосы заново. Посмотрение выключается. А для того, чтобы записать очень красивый и смешной кусочек куда-то там в ТикТоке верены всякие разные, мы сначала побреем Максиму усики. Нормально, что мы в одежде? А что, мы должны быть без одежды? Извините, мальчик. О, блядь, я извиняюсь. Извините, мальчик. Добро пожаловать в... Добро пожаловать в клуб, брат. Добро пожаловать в клуб, брат. Смотри, я сейчас сделал Фреддис. Я сам уже хотел. Запись-то идет? Запись, запись. Все, все, красота волшебная получилась. Очень красиво. Так, дальше все. У меня все флейки, флейки. Так, включи меня видео, пожалуйста. Балды. Посмотрите, пожалуйста, как хорошо все получилось, как все идеально. Теперь нам предоставит... Сейчас я надо вот так тоже Фредд брою, что ли? Ой, да, ой, да. Что там Вера что-то болтает? Мы приступаем ко всему этому делу абсолютно быстро и без всяких сожалений берем спонжики. Ой, какие спонжики? Сейчас сначала линзы я надену, идем мы линзы тоже найдем, какие-нибудь заклеим бровки и сразу начнем обсуждать итоги этого года. Пизючки. Саша. Yes. Wait, yes. Зачем включаешь? А, вот включил. А! Нет. Бруна делает Чарли сосиск Teams иногда Yes, baby, yes. АААААААА!? Он подходит к Чарли и говорит Ты снимаешь? I s set your pieces. Yes,ictionary. Это... меня вообще не волнует. 3-4.5.0 до 10. 사실 three pieces. Yes, baby, yes. Итак, господа, дамы. Да? Поехали. Oh, no. Oh, no! У нас, если что, на этом, на подхвате, на суфлёрной штучке сидит бывшая именинница позавчерашняя. Сассинг Писос. Зеленоволосое чудовище всех районов и округов города Москвы. Поппис Пеппа. Сассинг Писос. Здравствуйте, я махаю рукой. Здравствуйте, здравствуйте. Машаев. Ты знаешь, что ты должен будешь делать? Сассинг Писос. Нет, ты должен будешь, я не знаю, делали так Джеффри, когда у него за кадром кто-то есть, и когда тут начинает говорить, на монтаже кто-то вставлял анимационный просто, ну, буквально из двух кадров состоящую как раз суфлёра. Так тут ещё делал, так Руми делал, Вер. Помнишь, Руми? Который швед, который поёт. Я киваю, если что. Ты поняла? Я киваю, если что. Руми так делал со своим за кадром челиком. С котиком? Да. У него чел просто как будто, как вот у нас помнишь, был... Анимацию на него делал? Нет. А что? Если что, ты можешь сделать... Вот представь, сделаешь... Ты можешь взять котика? Да, можно котика. Можно ему зеленые волосы? Да, да. Вот это будет веро. Но я не смогу на... И всё, я просто... И всё, я просто... И всё, я просто... Это не гивка, Глеб, адвокадро тебе нужно. Адвокадро тебе нужно, и всё. Ну, это технический момент, я могу помочь. Глеб уже будет что? Сосенька. Сосенька. Yes, baby, yes. Вот в таких вот условиях, значит, мы с вами работаем, дамы и господа. Значит, это полнейшее... Мы с вами не работаем. Фу. Не работаете, да? Иди нах... Буду сильно кричать. У тебя сейчас вот чуть-чуть терпения есть, а потом я как закричу... Гача? Нет. Ой! У меня как... А! Что? Я не могу пошутить сейчас хорошо. А может, и дочь? Не надо. В этот момент, ты вставляешь на 25-й кадр скриншот Даши Крейки, где у неё поднята одна бровь, из-за того, что ей плохо сделали операцию, и у неё защимил нерв. Так он разве не опустится? Ну, я уже сделали обратно вроде-ка. Да? Я не слежу за этим. Тоже, персонажем, просто мне она попадается. Что у нас, значит, по итогам года? Ты говори, мы будем подводить итоги года. Ну, я не собираюсь это вставлять. Это кусочек, который вообще не важен. Ну, ладно. О чём будем вообще разговаривать в этом видео-то, ну, телевизор? Ну, во-первых, мы, значит, затронем тему всего плохого, что произошло в этом году, это однозначно. Да, по списку прям идём, да? По списку, чё? По... по... Значит, началось всё... Я не хочу рассказывать полностью историю. Давай я... Почему? Чё, надо полностью историю... Почему бы и нет? Почти год прошёл с момента, когда Максиму неожиданно стало плохо. У него заболел желудок. Да. Он такой... Чё-то плохо. Нет, даже не просто желудок заболел. Ты понимал, я... Вузётик. Вузётик. Я... Я не мог есть. Ну, то есть как, я... Ну, реально, я вот... Первое, с чего началось, это ещё в колледже. Пошёл на обед. Так. Но... Да, еда начала выходить. То есть я ем, и у меня прям обработан рефлекс. И еда имеет вкус прям ужасный какой-то. Чего-то непонятного. Но это было не корона. Это было не корона. Потом после колледжа я пошёл в БК. И тот же самый вкус, и тот же обратно. Как-то не мог есть. А зачем? Как можно пойти, когда ты чувствуешь, что тебе плохо? Нет, мне не было особо плохо. Нет, у меня именно просто пока что начиналось всё с еды. Потом, несколько дней, у меня болел живот. И происходило вот так. То есть я поел и... До того как поел. Не надо. Происходил за секретом, нет? Колики, мягко сказать, были в животике. До еды и после. Короче, мы прям рези. То есть не ешь, болит. Поел, болит. Да. Так было где-то три дня. Я в колледж не ходил, секрет. Лежал в дом, потому что херово было. И не говорил? Нет. И только вот на четвёртый день, когда прям жёстко стало, жёстко, прям низко, уже пена прям. Всё, всё. Мамуля. Что-то не очень. И мамочка узнаёт об этом всём. Нет. А как? Нет, не об этом всём. Мама сказала просто о том, что у меня животик. У меня животик, да. Бобоша. Остался я уже официально дома. На следующий день начинается ГГ. Я просыпаюсь с жёсткой температурой, 30-80 с чем-то. Иду сразу практически блевать. По ощущениям что-то в боку лопается. Во время... Да, во время... Вдавливания. Открой глаз. Вот. Я потом иду, ложусь. Начинается ещё более жёсткая резь в животе, и мало вызывается кожа. Вот так было? Да, это Хог у нас сидит по бокам. Нет, потому что вот так у тебя и было прям. Ну да. Я прям лёг и всё. Можно не мешать? Червяк. Лежу уже в скорой едем. Пациент взяли. Отрицательный. Слава богу. Да. Ти-и-и. Приехал в больницу, сделали аппендицит. Оказалось, что... Сделали аппендицит? Да, сделали аппендиктомию, окей. Оказалось, что... Можно было оставить аппендицит. Да. Разливной, короче. Коммене на свои медицинские термины. Просто скажи, что торчал хвостик или нет. Да не торчал, он лопнул. И гной потёк по животным, по внутренним. То есть, его обычно просто воспаляется. Да. А тут гной лопнул. Поэтому я говорил, что во время плевоты я почувствовал. Это думаешь. Да. Господи Иисусе. Ну, сделали, в общем, операцию. Обычно просто после этой операции все сразу выписываются в палату. А я, оказалось, проснулся в реанимации, провалялся там три дня. Ничего не едя. Даже когда пил воду, меня обратно тошнило зелёной жижей. То есть, просто ничего. Спасибо за уточнение. Да. Это обязательно. Супер важно. Да. Вообще, выписываюсь из реанимации. Пролежал ещё восемь дней просто в палатах. В палатах, да. Нет. Да, реально, в палатах меня переселяли. Ещё и возили тебя. Нет. Просто. Сожрали на другую. Повозили, повозили. Закрой. Выписываюсь. Я уже такой радостный, всё хорошо. Да как ты там пролезал? Довольно много. Ну я же в одиннадцать дней пролезал. От Али с Верой и с Марком к тебе туда. Да, по-моему, в одиннадцать дней пролезал. А когда уже... Выписывался. Да, всё ГГ было. Ну всё хорошо, да. Но на следующий день... Звонит глав отделение. Глав врач там. Звонит такой... А у вас... Молоко убежало. Ну да. В квартире ГОЗ. Так вот, значит, гектология пришла, а там у вас, значит, клетки делятся. Такие... Да, такие... У них секс. Да ты в Марк играешь? No baby, no baby, no. Вам бы провериться, потому что у вас там... Клеточка поделилась. Онкологическая клеточка нашлась. Да. Ну и всё. Пошло, значит, самое интересное. Процесс начался. Я месяц ходил по всяким специалистам, проходил все возможные обследования и ничего нигде не показывал. Ни КТ, ни МРТ, ни онкомаркеры ничего не показывали. В итоге спустя месяц у меня начало болеть достаточно неистово в боку под почкой. Право. Тем временем я запудриваю брови, чтобы они больше не отклеивались никогда. Надеюсь. Они отклеятся. Почка. Они отклеятся. Почка, почка. У меня ничего не отклеится. Почка, ну почка, да, почка. Ладно. Пошли сделать УЗИ. Как раз весна уже была, почки начали распустиваться. Exactly. И у тебя тоже почечка распустилась. Да. Реально. В общем, нашли 10 сантиметров на 10 шарик. Опухоль. Футбольный мячик. Футбольный мячик. Нет. Это у нас бейсбольный мячик. Бейсбольный мячик. Теннисный. Тенни пеннисный получается нашли. Ну. Ну и всё. А дальше? А дальше через 3 дня я попал уже в Институт гематологии России. Главный по сути по этой всей истории. Понеслась. И оказалось, что у вас там рак. И мне сразу же в эту же ночь начали лить предхимию. 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 Предпредкам. Предпредкам. Давай не надо. Вера, есть плохо сказать предкам. Будем про кам шутить? Ну тогда окей, можно. Мы же уже шутили про мастера и так далее. Нет. Фул мастер это немножечко не то. В общем, химия 4 курса. Запузырились. Да. Не самое приятное скажу. Я прошла Афганскую войну. И никому не желаю пройти ее. Самые яркие впечатления ваши... От химии? Из лежания в больничке. Из лежания в больнице. И вот этих вот вечных эксплуатационных работ, которые над вами проводились врачами, докторами. Вливанию, так сказать, массы химической в организм. Мне повезло... Какой-то сок был, как ты говорил? Прям красный? Морс или что? А, одна была, да. У меня... Нет, не как морс. Гренадин. И как оно еще? А еще была мочевина у меня. Реально. Ну, это просто желтая херня. Сейчас я вспомню, как это называлось. Возможно. Это дексаметазон, по-моему, или какой-то токсик. Зачем ты все это запоминаешь? Ну, как это? Я не запоминаю. Это просто у меня столько раз звучало, что... Ну, и плюс мне это было интересно. Что меня льет. И так далее. Что есть что. В общем, мне еще повезло, как бы, с врачом, моим главным. Поэтому, в принципе, было не так тяжко там лежать. Да и вообще, в целом, я на позитиве был. Поэтому, в принципе... Позитив на стиле и Додо на стиле... Я, в общем, не могу сказать. Это время истекло. Let's go. Ты же сейчас дождешься, я сейчас завлю так. ЗАКРАЮЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ! Тварь. Ну, ты долго будешь... Я напоминаю... Я напоминаю время, половина первого ночи. Посмотрите на него. Мы очень... Знаете, просто помолимся. Сосед, не при каких обстоятельствах, он ничего не видит. Тварь! Ну, я сейчас буду не силы. Нет, не силы. Ну и все. На этом, собственно, ваше пребывание в этом... Нет, я говорил, как у меня... Какие у меня впечатления. А, да? Да. А кому-то ты думаешь, это все еще интересно. Впечатления? Ну... Нормальные. Типа... Прошло так, как ты и думал? Нет. Ну, давай так, окей, по-другому задам вопрос. Ты боялся шансов того, что... Ну все, типа... Скоро ГГ. Скоро получаете... Рипкат капует. Поначалу, да. И даже это было до того, как я в больницу лег. Как только я узнал. Как только я узнал, да. А потом как-то... То есть во время лежки был? Во время лежки нет. Вообще. Ну, я, по крайней мере, этого не запомнил. Я бы запомнил эти мысли. Я точно помню, что до. Как только узнал. Вот это да. Ну, это самое главное, что всю... Значит, дальше у нас чек-лист событий хороших, так скажем. Потом мы вообще-то заболели с Верой короной. Да. Когда вот Максим выходит, буквально там проходит сколько? Да, да, чуть меньше месяца проходит от того, как Максим выходит из больнички с своей раковой шейкой. Зваливаемся с короной мы и с Верой. Так же на месяц. Потому что у меня не переходил вообще отрицательный тест. Никак. Три или четыре раза ко мне приходил до... Сколько? Да, да, да. Три, по-моему, раза ко мне приходил до... Сколько? Пять? Да, да. До свидания. Не слышу. До свидания, вам перезвонят. Алло, не работайте, да? До свидания. Это мы всё, это мы пережили. Корона это не самое страшное. Выбрались, всё, откочевряжились. И чтобы как-то, знаете, оправиться от поганой коронавирусной инфекции, мы решаем упросить нашего вот этого вот младшего брательника, товарища, вывести нас, так сказать, на пожилую чачу. На пожилую чачу мы едем отдыхать. Мы едем даже жёстко. Едем сильно. Едем сильно, энергично, православно самое главное. В общем, великолепно проводим там уикенд. Возвращаемся дам обратно к собачкам. И что бы вы думали? Через два дня как мы вернулись с нашего трипа уникального на дачу. А, ну кто давно подписан, тебя знает. Датча, короче, рипается Вот я сейчас, если на эту фотографию То обязательно вставлю Рипчик На этом, ну на этом получается Почти, ааа, нет, еще там будет Третья, последняя, финальная стадия этого года Самая, тоже затратная Довольно, которая до сих пор продолжается А что, дальше все нормально, дальше мы нормально Выступаем, нормально работаем Я завожу твич-канал на фоне Коронавируса, кстати Ой, да, действительно, послушай-то Ну, ты говоришь, без хода, яка добра Или как? А без сосенки, две тубы Вера, это страшно, Вера, когда нет волос Я просто вижу, как я очертил маску Ну да, кстати А потом, под конец лета, когда уже все Выздоровели, все дачи сгорели Которые только могли сгореть Осенью Нашего дедушки Прорывает Насмерть пожилую Стенку Пожилые трубы Они летят Они гниют Они рубятся Нет, подожди Их просто, их меняли, но не заменили правильно Да, все правильно прорывается А мы продолжаем нашу охренительную историю Того, как нашего дедушку затопить Ничего не предвещало беды, когда дали отопление Когда? В сентябре в конце? В этом году пораньше Ты чего? Нет В октябре, разве? Да Труба начала течь На пол Ну как сказать, течь А что, ну расскажи, там просто струй Там просто гидрант немножечко произошел Пожарный, да? Да, с горячей водой Или нет, они запускали холодной, было я не помню Она не успела нагреться еще Сначала она ее заполняет, а потом нагревает В общем, произошел гидрант воды В квартиру Или подожди, или ее реально заливают горячей? Нет По-моему, дед рассказал, чтобы не было горячей Ну просто прям часик-два Да Поливало Все, где-то в комнатку так нормально Пока мы здесь что-то отвлеклись на беседы Мы успели Максиму сделать еще глазки Вот видите, это не бровь Пожалуйста, запомните ради Христа Это века, которая увеличивает его взгляд Чтобы вот здесь, когда будет ресничка У него бровь будет не вот такая вот С ресничкой вместе Она будет вот отсюда И ресничка такая вот такая Да Ты понял о чем? Вразительно Ты не понимаешь, что я делаю? Да, я понимаю, что ты делаешь Вот и все Шепота не понимается Кого ты делал, что никто не любит? Он циркачи, наверное Нет Почему? Как раз циркачи все понимают А вот девочка одна в комментариях Буквально пару дней назад Я все, конечно, понимаю, но почему у него две брови? И я такой А мы просто очень сильно выделяли Мы до этого с Марком буквально пару видео назад Обсуждали, что люди все Как хорошо, что больше у людей нет ассоциации Вот этот вот фальшивый век, который мы прорисовываем Коричневыми оттенками И тут на это видео приходит такой комментарий Не, наверное, другое, но все равно очень близко Ой, как удобно Такая Фистинг происходит глаза Ой Спэнкинг происходит Что такое спэнкинг? Вер, объясни, Глеб, что такое спэнкинг? Или ты сама не знаешь? Я не помню Чем это бьют? Спэнкинг это в целом Холесталь Ну, мягко скажу Ребят, меня младший брат учит каким-то неизвестным мне термином Значит, характера 18+, поэтому все те, кому нет 18+, перелистываем видео ролик дальше Ааа, ну это... Ух, Сэнди Ну тогда у меня ничего такого А на самом деле, Вер, стыдно такое не знать Это в школах делалось когда-то Да Гринч нам создаёт, кстати говоря, новогоднюю атмосферу Слушки не забудь? Да, сейчас чё вырл Не-е-е-е С-с-ли С-с-ли Это Анна Шума дядя Не-е-е Так вот, на этом, я думаю, все наши страшные моменты в этом году закончились Ну, вроде бы Вер, что у тебя было страшного в этом году? Напомни, пожалуйста, кроме короны Ай! Первая коронка Первая коронка на зубе И первый в жизни переезд Когда выйдет этот видеоролик, мы год как будем жить на новой квартире Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Это без слушки Почему это называется хоспитал Флипп? В смысле, Глеб? Я не знаю Мне страшно Это же какая-то тень Чернота Чернота Очень много Прикольно Натуральненько, Вера Очень натуральненько Ты видишь это? Вера не увидит, скорее Листушки сделал Румяшки нанесел Да-да-да-да Ой, какая Смотри А зачем ты отличаешься от пепелоты? От пенеситы длинный чулок Чем ты сейчас отличаешься? Расскажи Знаешь, девочка дрянь Девочка шикет Господь Бог Классный охрененный диалог у нас, конечно Когда Максима положили, начался карантин на фоне того, что корона вновь шалила Его положили в единичный бокс Ему в этот момент покупают ноутбук игровой Представьте как он спал Да уж Пока я был один в палате, это были лучшие времена Забаст Я бы сказал Да Я сейчас буду наuki От тебя рвётся что и? Ты меня не хочу Пояси Я не шучу просто Красивый звук Давай везде Подожди Подведемzh Install Динка закроют Потряси, хочешь потряси? Открывайся. Так. Для чего нужны вообще красить реснички, когда вы клеите? Потому что вот что происходит. Вы надеваете чёрные, люто-чёрные накладные реснички, а ваши реснички остаётся вашего родного оттеночка, как бы, человеческого. И что из-за этого случается? Какая дрянь мерзкая? Какая? Расскажи-ка. Вы выглядите как парашное говно. Это по опыту работы травести можно сказать, что многие товарищи, Максим, клеили реснички... Вы спросите, что парашное говно — это масло масляное? Да? Ну, я, значит, говорю про парашное говно, если я об этом говорю. Понятно? Да. И проблема в том, что эти товарищи никогда не прокрашивали себе реснички, из-за чего у них была... Ну, пойми сам, вот под чёрными-чёрными ресничками торчали вот эти мерзкие кучки обычных ресниц. Ну, то есть, как будто вот так вот взяли и наклеили сверху. А спонсор этого видеоролика — завод имени Марка. Какой завод имени Марка? Завод имени Марка. Нет. Липтон зелёный. Липтон зелёный — это моё. А вообще-то это Булкина. Это всё пошло от Булкина. Это всех. Все просто обожают Липтон зелёный. Кроме меня, я разлюбил эту парашу. Пейте сами. Свои эти ваши зелёные каловые массы пожилые. Я тебя попрошу. А я останусь со своим лимончиком. Ну, давай ты вот не будешь как бы усугублять гриншеймить Липтон, пожалуйста, да? Усугублять. Не будем Липтон гриншеймить. Да, народ, вниз мне её, колениш. Да. Открой, открой, открой. Это вниз. Ты подмотришь на картинку и поймёшь, зачем я это делаю. На картинку? На себя, в смысле? Ну да, 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 на видео. У тебя глазки открываются. Вер, пожалуйста, можно оценочку? Смотри, это Булд. Бул? Получается и Ичка. И Ичка. Да, отлично. Ей не красит. Она пахнет ацетономом. Подожди. Она пахнет этим. Что, подожди, наверное? Хэндгаун. Хэндгаун. Так, и поехали, губки. Где же? Какой-нибудь глаз мне по-хорошему нужен здесь, на самом деле. Всё, поехали. И всё. Дамы и господа. Так, мы должны вот сейчас точно запомнить позу. И я мальчика превращаю в зайчика. Ты видел эту? Я покажу тебе сейчас. Вот так вот, чтобы пошире кадать. Хорошо, давайте кадать, да? Да. А, давай. И увидимся уже. Так, и снизу. Давай. Раз, два, три. И ты здесь делаешь нарезочку сейчас. Да, нарезочку. И так. Садимся как в самом начале. А, то есть опять меняемся. Сазин пицца. Я хочу пицца. Я королевский кто? Знать. Я хочу пицца. Какой можно итог подвести? Сазин пицца. В этом году. Сазин пицца. Да, это был полный сазин пицца. Давайте просто понадеемся, что в следующем году мы не будем никаких сазин пицца сделать. Вер, может ты к нам лоуфом подойдешь все-таки, да? Вот почему. Потому что верни снежинки на сисях. Первое слово. Я без левчика. Я тоже. И я. Ребятки, всем большое спасибо за просмотр. Мы вас очень любим. С наступающим Новым годом. Такой я скучный, конечно. Хочу спать. Я не знаю никакой Саманды. Нет, я понял, что ты. Всем доброе. Да, да. И позитиво. Самое позитиво. Ну и что еще? Короче, блин. Все. Цените жизнь, ребята. Пока можете. Сестринская любовь. Сосин писать, Саша. Палик, испортил мне. Тварь, тварь! Тварь! Уходи из кадра. Парик забери. Забери парик.